Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы, которые вы задаёте. Ревной молодого человека, бестивый к простым отношениям. Находил её в поисках в старых сетях, но не знаю, когда это было. Отношения со мной или во время говорят, что со мной не всё так, как с ней, со мной серьёзно. Привёл в свой дом, познакомился с родителями, сделал уже квартиру для меня, помогите, полезно, не хожу сюда места, нервничаю, надумываю себе много нехорошего. Но реально, если вы знаете, что вы ревнуете, что ваша ревность не имеет подсобоснования, если вы понимаете, что это ваша цель, то работать нужно именно с ними. Мы можем вам помочь. Вопрос в том, как вы видите эту помощь. Я вижу эту помощь в формате психотерапии, в формате индивидуальной работы. Над чем? Ну, в первую очередь, надо вернуться к себе над страхом. В вторую очередь, надо тем же, что вы изо всех сил пытаетесь обезопаситься от чего-то. Вы пытаетесь на молодого человека, по сути, перевесить то, что сложно вам, но что не хватает вам энергии. Значит, вы пытаетесь быть тем, каким вы не являетесь. То есть, вы не являетесь собой. Также, вы склонны сравниваться, сравнивать себя с другими людьми. Вы боитесь одиночества, боитесь остаться одной. И, вероятно, у вас есть травмирующие опыты смены, который вами не был в полной мере прожит. То есть, вы не бросили боль от каких-то вот, ну, от какого-то прошлого опыта, как бы, ну, прошлого опыта смены, которые, может быть, были, там, условно даже не с вами, да, а, может быть, были, там, вообще, ну, с вашими родителями. Но вот до сих пор вас это строгочит, мучает. До сих пор вы из этого переживаете. До сих пор у вас есть вот какие-то мысли, страхи по этому поводу. Вот. Поэтому, вариант здесь, в принципе, только такой. Работать в психотерапии, вот, уверенность в себе, повышенная работа со строками, вот, детско-рубительскими отношениями, вот, и тем, как вы воспринимаете себя с собой и так далее. Потому что, если вы увидите, если вы посмотрите внимательно, то вы увидите, что то, что вы сейчас делаете, а именно накручиваете, там, ищете, и прочее, прочее, это всё, славно, схожим, схожим неким внутренним конфликтом, вот. И вы избегаете переживаний своих по этому поводу, мыслей, по этому поводу и чувств. Вот. А все это нужно проживать. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, что примерно такой ответ вам нужно дать. Возможно, вам будет проще всего начать, ну, какую-нибудь такую, знаете, отправную точку, в качестве отправной точки. Возможно, вам будет, эээ, легче всего, эээ, значение молодого человека для вас, ну, то есть, вот, значимость молодого человека для вас. Вот. В чем она? Какая она? Что она, эээ, к чему для вас, ну, я имею в виду, молодой человек. Вот. А, прям, все явно, эээ, его значимость для вас очень большая, большая. Вот. И, вот, начните с этого, смотрите, как, эээ, в это, вы, в нее, в значимость, эээ, вплетаются, эээ, ваши, желания и какие. Вот. И, начнем. Давай, давайте, вот, эээ, в качестве такой отправной точки с этим, эээ, начнем, с этого начнем. А дальше все же будет видно. На этом все. Надеюсь, что Бог помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.